28 июня в Центре народной культуры Алла Кашихабль прошло собрание по подведению итогов работы за 6 месяцев Межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский. В нем приняли участие глава Района Заур Хамирзов, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Адыгея, полковник полиции Мурадин Брантов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник Межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Анзаур Гишев, заместитель главы Кашихабльского сельского поселения Рамазан Мамхегов, главы сельских поселений, работники различных организаций и предприятий. Со вступительным словом к присутствующим обратился временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Адыгея Мурадин Брантов. Во вступительном слове хотел бы сказать о следующем. На территории республики Адыгея, сегодня анализируя 5 месяцев, я хочу сказать о том, что в общем уровень преступности у нас снижается. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 341 преступление меньше совершено, нежели в 2016 году. За 5 месяцев таких преступлений на территории республики было совершено 1855. Почему такое вступление я делаю? Чтобы было понимание. В дальнейшем вы поймете, почему я акцентирую внимание на статистику. Из общего массива преступлений у нас совершено 11 убийств против тех трех, которые были в прошлом году. Уважаемые жители, и все они на бытовой почве, и все в состоянии алкогольного опьянения. Рост в общественных местах у нас увеличение значительное отмечается по республике, в том числе на улицах. Не исключением является и Кашихабльский район. Чтобы было понимание, значит, если так говорить, слух режет на 300%. В абсолютных цифрах это немного. 8 преступлений совершено у нас на улицах межмуниципального отдела Кашихабльский. Но при этом обратите внимание, что из этих 8, 7 преступлений это по 264 прим. 1 уголовного кодекса. То есть за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенными. И при этом по вине пьяных водителей у нас на территории межмуниципального отдела за эти 5 месяцев совершено 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли. Почему обращаю на это внимание? Каждого здесь сидящих и наших близких это может коснуться. Количество, значит, раненых в дорожно-транспортных происшествиях здесь тоже увеличение имеет. И по степени тяжести впоследствии от дорожно-транспортных происшествий, самый большой процент это на территории межмуниципального отдела Кашихабльский. В своем выступлении Мурадин Брантов коснулся проблемы незаконной продажи алкоголя в магазинах. За эти 5 месяцев 17 проверок были проведены по закупке контрафакта, именно спиртосодержащей продукции. 11 граждан привлечены к ответственности. Вы понимаете, 500 рублей, от 500 до 2000 штраф, если мне память не изменят, за торговлю суррогатом. Но органы полиции здесь честно свою работу сделали и все. Они заплатили эти 500 рублей, 2000 и дальше пошли травить людей. А где тогда общественное мнение, где соседи, где родственники, где другие, когда продают эту барматуху? И он идет и на бытовой почве там кого-то убивает или совершает ДТП. Здесь нужна ваша помощь и мы на нее очень сильно надеемся. Далее временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Адыгея обратился к присутствующим с просьбой уделить особое внимание новым незнакомым лицам, появляющимся в поселениях. Все вы видите, когда появляются новые люди в поселениях. Пожалуйста, реагируйте. Есть у каждого, наверное, телефон участкового, по крайней мере, я надеюсь, что так есть. Участкового своего все знают, граждане. Сразу информируйте о том, что есть люди, которых вы не знаете. У участкового есть алгоритм проверки этой информации и сразу должно быть реагирование. И у нас есть все возможности этого человека проверять по всем информационным базам, которые они есть у нас. Одной из проблем, существующих на сегодняшний день по республике Адыгея, остается мошенничество при помощи мобильных устройств. Пока что Кашихабльский район не сильно пострадал от таких случаев по сравнению с другими районами. Далее Руслан Хлажев ознакомил всех присутствующих о проделанной работе межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский по Кашихабльскому сельскому поселению. С начала 2017 года на обслуживаемом участковой полиции обстановка остается стабильной. Всего за 6 месяцев на территории поселения совершено 15 преступлений, из которых нераскрытыми остаются 3 преступления. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживаемом административном участке проводились следующие мероприятия. Это операция «Условник надзор», в ходе которой проявлялись лица, состоящие на профилактическом учете, лица ранее судимые, осужденные к наказанию и связанным с лишением свободы, наркоманов, с которыми постоянно ведется профилактическая работа. Кроме того, в текущем периоде проведены следующие профилактические операции, это должник Ритон. За отчетный период за появление в общественных местах лиц, находящихся в состоянии алкогольного пенения, за распитие спиртных напитков в общественном месте, а также лиц, совершивших мелкое хулиганство, было составлено 38 протоколов. За несоблюдение регистрационного режима привлечено 61 лицо. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий, посвященных празднованию 9 мая, неурожая, последние звонки в школах и так далее. В заключении собрания Мурадинбрантов поблагодарил присутствующих за участие в мероприятии. За все муниципальное отдел скажу, прекрасные люди здесь проживают, всегда славные традиции отличали именно наши два района, всегда мы отличались добротой, уважительным отношением друг к другу, тем более младших к старшим, есть традиции, о которых мы должны говорить. Поэтому желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы все красивое, которое и генетически у нас заложено во всех людях, которые на территории республики проживают, чтобы мы могли через поколение пронести и для наших детишек, чтобы всегда были примером. Но для этого надо нам всем стараться, поэтому счастья вам, благополучия, всех благ. Спасибо. С ответным словом выступил глава района Заурха Мерзов. Мы всегда подчеркиваем, что и органы местного самоуправления, и органы МВД, мы все делаем одно общее дело. И вот когда в конце каждого года мы в каждом сельском поселении проводим сходы граждан, обязательно отчитываются два человека. Это первая глава сельского поселения, и второй человек – это участковый полномоченный. И обязательно на этих встречах, на этих сходах принимает участие начальник межмуниципального отдела Кашкаврский и обязательно прокурор Кашкаврского района. Эти встречи стали традиционными. После встречи временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Адыге Мурадин Брантов провел прием граждан по личным вопросам в администрации.